Здравствуйте! Меня зовут Мурзабекова Ольга Викторовна. Я учитель информатики в школе-гимназии города Лисаковска. И проведу сегодня с вами урок информатики в девятом классе «Задний фон и персонажи игры». Цели нашего урока – создавать задний фон игры, загружать готовые персонажи для игры. Давай вместе с тобой вспомним, что такое фон игры, Как выбрать фон при создании игры? Насколько важно правильно выбрать фон для создания интересной игры? Поделись своими мыслями. Какая игра тебе нравится? На персонажа какой игры ты хотел бы быть похожим? Объясни, почему? Открой учебник информатики на странице 129. Изучи тему 5.2. При прочтении параграфа выделяй ключевые мысли. Запиши в свою учебную тетрадь, что такое фон игры. Выпиши в тетрадь команды для загрузки рисунка и вывода его на экран. Приступаем к практической работе. Давай вместе с тобой попробуем вставить игровой фон в программу. После этого мы изменим размер изображения и выведем его на экран. Приступаем к работе. И не забудь про зарядку для глаз. Давайте с вами запустим просто черное окно, стандартное по умолчанию программу Python. Для этого в главном меню кнопки «Пуск» идем на «Программы». Находим папку «Python 3.7» и запускаем «Python 3.7.id.ly». Запустили. Обратите внимание, теперь нам надо вызвать новое окно для записи программы. Мы идем в меню «Файл» – «Новый файл» – «New file». И прописываем код программы для вызова окна. Прописали. Вот теперь мы можем запустить программу на выполнение командой «Run Python Shell». Запускаем. Давайте немного уменьшим размер окна. Поставим 360 на 320 пикселей. И пропишем две команды, которые обеспечат нам уже не черный цвет окна, а, например, синий. Пропишем эти две команды. Обратите внимание, я добавляю две новые части кода. А затем командой «Run» – «Run Module» запускаю нашу программу. Размер окна изменился, цвет стал синим. И вот так. Теперь давайте попробуем установить фоновое изображение, фотографию леса. Обратите внимание, я удалила из программы параметры, которые касались цвета фона. Ввела имя переменной. Эта переменная по умолчанию принимает значение «лож». И затем прописываю следующий код. О чем этот код? До нажатия любой клавиши картинка будет на экране. Но стоит мне нажать клавишу. Значение переменной GameOver примет значение «Istina True». И тогда программа автоматически закроется. А затем командой «ScreenBread» я вывожу свое изображение. Сейчас мы запустили программу. Посмотрите, картинка вывелась, но немножко сдвинулась. Поэтому я предлагаю вам сейчас поработать с координатами и разместить ее на весь экран. Обратите внимание, начало координат по умолчанию находится в верхнем левом углу. Поэтому для своей картинки я проставляю координаты 0,0, запускаю. И вот теперь картинка у меня находится на нужном месте. Все мы только что вместе с вами разместили фотографию леса фоновым изображением. Мы приступаем к последнему этапу нашего урока. Разместим на фоновом изображении персонажа нашей игры – медведя Винни-Пуха. Для этого мы копируем те команды, которые были использованы для вставки фона. Но имя переменной даем уже другое – myImage1. И затем прописываем координаты, где должен находиться у нас медведь Винни. Это верхний левый угол. Но обратите внимание, как только мы запустили нашу программу, размер изображения в формате PNG, Винни-ПНЖ, стал очень большим. И нам необходимо скорректировать размеры. Поэтому мы вводим еще одну команду. Эта команда позволяет уменьшить размер изображения. Сохраним. Запустим. Мы добились желаемого вам результата. Как видите, у нас остался один маленький недочет. Черная рамка вокруг медведя. Как ее удалить, мы узнаем на следующих уроках. Закрепление полученных знаний. Ответь на вопросы 1, 2 и 3 на странице 131. Придумай сценарий своей игры. Наш урок закончен. Ты справился со всеми заданиями. До следующего урока.